Доброе утро! В эфире вновь новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев и мы переходим к выпуску. Как быстро подготовиться к экзамену и за время обучения сохранить здоровье глаз? Об этом барнаульцам и гостям города расскажут в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова. На площадке пройдет курс «Рациональное чтение». Специалисты также расскажут, как быстро понять и усвоить сложный текст и быстро ориентироваться в постоянно меняющемся информационном потоке. В программе курса упражнения по повышению концентрации по методу Уинстона Черчилля. Занятие проведет Томский центр скорочтения абсолютно бесплатно. Курс пройдет с 31 июля по 3 августа. Количество мест ограничено, поэтому желающим необходимо записаться на занятия заранее. Телефон, по которому вы можете это сделать, вы видите на своем экране. Можно ли языком сказки спектакля рассказать о микрозаймах, кредитах и пенсионных накоплениях? Можно. И даже нужно. Особенно, если это сыграно талантливо. Жители и гости Белокурихи могли увидеть необычную постановку. Зрители получили неоценимые знания, а само представление состоялось благодаря проекту Минфина России и государственной программы Алтайского края по повышению финансовой грамотности населения. Подробнее в сюжете Владимира Токмакова. Главный герой сказки попадает в непростую ситуацию. Нужны деньги, где их взять? Полное невежество в финансовых вопросах чуть было не привело его к серьезным проблемам. Авторы сказки отправили героя по неведомым дорогам искать ответы. Как взять правильно кредит, чтобы не попасть в финансовую кабалу? Почему нужно внимательно изучать банковские документы, особенно то, что написано мелким шрифтом? А когда становилось особенно трудно, сказочный персонаж просил помощи у зала. Нужно обращать внимание на это все, что нужно более тщательно подходить к выбору, например, тех же самых кредитов, ипотек. Желательно, конечно, вообще не брать. И как бы все очень доступно показывалось как раз таки. Мне кажется, вот даже дети на первом ряду сидели и отгадывали правильные ответы. Очень актуально. Я думаю, что можно даже поработать над проектом, потому что очень много людей берут кредиты. Очень много ситуаций, когда люди берут кредиты и даже не знают, какие проценты и так далее. Тем более это нам актуально, мы молодые, допустим, нам ипотеку брать. И это нужно очень много знать, чтобы просто взять ее. Здесь показана именно правда жизни. Действительно, сейчас везде эти кредиты предлагают, но люди не задумываются о том, нужен ли этот кредит и вообще как пользоваться деньгами, для чего эти кредиты нужны. На этот раз герою сказки удалось не без помощи зрителей преодолеть все трудности, разобраться в финансовых инструментах, понять, что быстрые деньги, которые предлагают микрофинансовые организации, потребуют больших процентов. А если у кого-то остались еще вопросы из мира финансов, ответы вы можете найти на сайтах финграмота22.рф и вашефинансы.рф. Владимир Токмаков, Александр Морозов. Новости. Высокое звание «Лучший голос страны» может получить барнаулец Константин Крохин. Студиант Алтайского государственного технического университета примет участие в шоу «Голос». Константин уже прошел два отборочных этапа и вышел в третий – телевизионный этап слепого прослушивания. Вокалисту 23 года. Молодой человек обладает тенором с большим диапазоном. Поет с ранних лет. Сначала занимался в Центре детского творчества, затем в вокальной студии технического вуза «Прелюдия». Сейчас Константин находится на срочной службе в армии и параллельно готовится к выступлению, которое состоится этой осенью. Для репетиции ему выделили клуб и в ближайшее время с вокалистом начнет заниматься музыкальный руководитель, с которым и выберут песню для слепых прослушиваний. На этом у меня все. Всем хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова